В эфире программа «Свет души» с вами Людмила Митакович. Белорусские иконы, сакральное художественное наследие 17-го столетия, значимого в истории Белорусской Церкви, впервые представлены в масштабном выставочном проекте «Золотой век белорусской иконы» Национального художественного музея Белоруссии. Среди этих произведений есть, как известные шедевры, гордость музейных собраний древнебелорусского искусства, так и значительное число икон, ранее неизвестных зрителям. Более 120 икон, созданных во второй половине XVI на протяжении всего XVII века, представили на выставку четыре белорусских музея. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Музей древнебелорусской культуры, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Национальный академий наук Беларуси, Национальный исторический музей и Могилевский областной куриевический музей имени Евдокима Романова. С выставочной экспозиции нас знакомит заведующий отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси Елена Карпенко. Выставка построена в хронологическом порядке, и в первом зале зрители смогут увидеть тот период, ощутить тот процесс становления белорусской иконописи, который начинался еще в период ренессансной художественной культуры, в период влияния итальянского искусства, очень сильного германского, немецкого искусства на нашу живопись сакрального характера. Здесь даже представлены произведения украинских мастеров второй половины XVI столетия. В то время в Украине очень было сильно влияние византийской художественной культуры. Мастера наших стран работали в одном русле, в едином пространстве историческом и культурном того периода – это Великое княжество Литовское. Поэтому здесь было много общего, и в то же время есть какие-то удивительные различия, на которых мы, как правило, становимся в своих экскурсиях. В самом первом нашем зале – это первая часть экспозиции. Она посвящена прежде всего периоду становления белорусской иконописи, влиянию ренессансной художественной культуры. Здесь особое внимание привлекает изображение Богоматери Иерусалимской из Музея Древнебелорусской культуры Академии наук Беларуси. Она относится к концу XVI столетия и является собой такой яркий пример влияния уже нового времени на сложившееся в русле византийской и италокритской живописи явление художественной культуры. Она еще показана на плоском фоне, хотя фон уже покрыт легким растительным орнаментом, но у нее достаточно жесткие складки одежд, традиционный четкий абрис фигуры, но лицо и Богоматери, и младенца переданы уже объемно, плавими так называемыми. И в это время даже в технологии белорусской иконописи происходит изменение от классической византийской темперной манеры живописи к добавлению масляной живописи. И вот именно масляными красками они создают последние завершающие мазки на лепке объема лица и рук. А рядом с Богоматерью Иерусалимской две иконы украинского происхождения. Это Галичина или Галиция, Западная Украина, Львовщина, вот как мы знаем эти регионы. Это сошествие Святого Духа на апостолов и Богоматерь Адигитрия в окружении избранных святых, где вот мы видим те истоки, тот фундамент, основу, на которой складывается и развивается впоследствии украинская и белорусская художественная школа. ПЕСНЯ 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 Украинская, может быть, была более свободна, более динамична в своем развитии, чем белорусская. Но наши белорусские мастера сделали значительный шаг вперед по сравнению с развитием русской иконописной школы, на которую они изначально ориентировались. Какое-то время еще до первой четверти XVII века сохраняется монументальность образов. На выставке мы видим датированное произведение 1642 года. Это великомучинца Пороскева из деревни Пески Мостовского района. Представляет она собой мало сохранившуюся Гродненскую региональную школу. Эта икона уже имеет развитой орнаментальный позолоченный фон четкого растительного рисунка на следующей ренессансной традиции. И несмотря на общую такую монументальность образа, статичность, каноничность, тем не менее лицо написано уже совершенно портретно. Образ Паса Вседержителя в центре, поколенное изображение. Николы, чудотворцы как раз из Могилевского областного художественного музея с необычным геометрическим фоном. Для этого периода гораздо более характерен вот такой вот растительный, вьющийся, очень затейливый рисунок. А здесь мы видим ромбы четкие, в которых напоминающие кресты православные, вот эти вот цветочные розетки. И Никола показан в традиционной одежде. У него филонь, креща, тая. Уже дальше изображения Николы, чудотворца будут в такой монохромной одежде, как правило. А здесь еще вот старая древняя византийская традиция сохраняется. Вот интересно, что он держит Евангелие, и как бы оно на каком-то платье даже. Он держит Евангелие покровенной рукой. Это очень тоже важная деталь, вы правильно заметили, идущая от старой древнерусской византийской культуры. Он не обнаженный рукой, а она покрыта платом, имеющим оторочку такую, кайму с синими-красными полосочками. И отчетливо видно, что это плат, которым он, не смея голой рукой прикоснуться к священному писанию, к священной книге, держит вертикально закрытое Евангелие. Мы постарались в экспозиции соблюсти принцип строения иконостаса. В центре каждого иконостаса находятся царские врата. Вот здесь на выставке такие царские врата из местечка Доброславка. Мы с вами хорошо знаем, что наибольшее количество произведений в Беларуси сохранилось именно с Брещины. Это Полесье, это Брест, очень немного Гомельской области, практически не представлено у нас Витебская область, Полочино. Вот эти районы, прежде всего, пострадали во время борьбы с религией. На Брещине, вот в этих глухих местечках, деревеньках, сохранились бесценные шедевры иконописного искусства. И очень часто не только произведения, созданные безвестными местными мастерами, учившимися у своих, так сказать, собратьев, и не получивших какого-то там высокого иконописного образования, например, школы Киево-Печерской лавры, но в эти маленькие деревеньки, в эти маленькие деревянные церковки попадали и действительно шедевры, которые были созданы в Бресте, прекрасные мастерами, получившими высокую квалификацию. И эти произведения мы увидим в следующем зале. Ну, вот глядя на эти царские врата, они очень маленькие, значит, храм был маленький. Заникает образ маленького сельского храма, может быть, даже на кладбище. И святые здесь как дети. Чувствуется рука такого-то местного мастера. Совершенно верно. Это проявление вот тех чисто народных традиций, низового фольклорного искусства, низового барокко, как еще есть такой термин в искусствоведении. Барокко, кстати, здесь проявляется в вычурном завершении вот этих царских врат, в завитках. Но персонажи, которые здесь представлены, и Благовещение, Архангел Гаврил с Богоматерью, и четыре Евангелиста напоминают сельских старцев. И животные здесь такие вот оптимистичные, радостные, веселые. Они как бы общаются с этими святыми. Да, да, да. И святые как бы не очень так ловко присели к этому столу, как бы только что оторвавшись от тяжелого повседневного крестьянского труда. Они напоминают действительно таких вот старцев, которые особо почитались вот в селе, в данной местности. Это совершенно удивительное произведение искусства и довольно раннего периода, конца 16-го столетия. По сторонам Богоматерь и Христос Содержитель 1640 года. Это большая редкость датированное произведение вообще для древнебелорусской иконописи. Мы знаем, что рукой иконописца вводит Бог прежде всего. Он исполняет Божью волю. Он не должен оставлять свое имя. Поэтому чаще всего такие даты оставляли вкладчики. Иконы заказывали за упокой души, за благополучие семьи, за здоровье детей, родственников. И тогда вот ставилась дата. Несмотря на то, что мы не знаем имени художника, мы знаем точное время создания иконы. И уже стилистически можем привязать к этим двум подписным произведениям произведения примерно того же времени, того же уровня. Они не очень хорошо сохранились, к сожалению. Но вот такие удивительные моменты, элементы, как аббревиатура и Христа, и Богоматери, заключенные в концентрической окружности, с растительным орнаментом. Из таких завитков напоминающих нам элементы древнебелорусских рукописей. Они чрезвычайно редки в живописи данного времени. Музыка. 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 Мы с вами хорошо знаем, что уже в конце 16-го столетия заключена Абрестская уния. И постепенно в белорусской иконописи нарастают элементы, которые роднят ее с католической художественной культурой. Все это делается очень медленно, очень постепенно, но тем не менее. Иконы помещаются уже не только в иконостасах, но и в своеобразных алтарях за престолом. Перед ними выстраиваются приступочки для моления. Они окружаются декоративной резьбой, что в принципе для православного искусства не очень характерно было. А первая половина 17-го столетия – это вообще расцвет белорусской иконописи. И в этом увидимся в следующем зале. Ну вот я не могу не обратить внимания на эту икону. Она очень часто выставляется, по-моему. Одигитрия из Глузка. Она всегда притягивает вот этим золотой такой фоном своим резным и таким выразительным ликом. Да, вот эта Богоматерь с младенцем. Какая-то золотая, светлая. Она отличается чрезвычайной изысканностью и вот такие близкие черты с Богоматерью Иерусалимской из Варваринской церкви в Пинске. Она там же находится на месте, в храме, широко опубликована во всех альбомах, посвященных белорусской иконописи. Появление таких произведений с чрезвычайно тонко разделанными складочками. Мафория Богоматери, рубашечки хитона и гематии младенца с удивительно гармоничной колористической гаммой. Когда вот эти охристые тона, разделанные золотой насечкой, еще перекликаются с оранжевым и с бледно-розовым. Все это говорит о том, что были крупные иконописные центры в Беларуси, где работали высокопрофессиональные мастера. И заказы, вероятно, делались не только священниками, но и магнатами, шляхтичами, которые имели достаточно средств для того, чтобы украсить, обогатить интерьер именно своего местного храма вот таким высокопрофессиональным произведением искусства. Ведь в то время еще держались православные братства. Слуцк, Могилев, Минск были такие православные города, которые всеми силами унии сопротивлялись и достаточно успешно. Вокруг этих брат сконцентрировались достаточно серьезные силы магнатов, сохранивших верность православию, обладавших средствами материальными, помогавшими и самим храмам и монастырям. И они открывали школы при монастырях, обучали древнерусскому письмо, грамоте на старославянском, старобелорусском языке. И всячески способствовали поддержанию храма в порядке и насыщению его новыми образами, которые, как я уже говорила, могли себе позволить заказать у ведущих иконописцев этого периода. На выставке мы увидим такие произведения, как данная о Богоматере из Глузка и такого же уровня, и даже более высокого профессионального мастерства. Ну, обычно, конечно, привлекает всегда взгляд, лики, но я вот даже обратила внимание на то, как красиво выписан наряд о Богоматере. Вот эти складки, они всегда приведут в динамику какую-то вот этому образу, жизнь какую-то свою, движение какое-то. Да, что важно, если период, когда белорусская иконопись ориентировалась на византийское древнерусское искусство, это были тела святых практически бесплотные, и одежды их облекали весьма схематически. Здесь уже, вот середина 17-го, стоятия первой четверть, чувствуется тело, оно ложится именно вот соответственно анатомии изображаемого персонажа. И это говорит уже, конечно, о значительном влиянии светского искусства, о том, что здесь появились уже портреты. А мы хорошо знаем, что в Несвежском замке уже портреты магнатов существовали в большом количестве. И таких резиденций магнатских было достаточно много. Возросло мастерство иконописцев, которые стремятся к реалиям окружающего их мира. Не просто вот такие бесплотные, аскетичные, символические образы, а образы, насыщенные плотью, жизненной силой, которая буквально светится, когда смотришь, заряжает нас той высокой энергетикой, которой обладал художник. Песня. Что еще характерно для 17-го столетия, нарастают реалии, которые художники не могут, допустим, в полной мере отобразить в сакральных образах Богоматери, Христа. Но вот когда появляется сюжет «Ветхозаветная троица», это икона из Достоева, тоже принадлежит собранию Музея древнерусской культуры Достоева. Достоевский род. Да, 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 вы совершенно правильно заметили. Вот здесь мы видим уже широчайшие возможности для мастера показать детали посуды, столовых приборов, каких-то вот ягод, овощей, фруктов, которые тогда использовали обычные жители городов, сел и местечек. Он очень любовно выписывает орнамент серебряной, вероятной, или металлической чеканной чаши, которая во главе стола находится, и в ней телец изображен. И вокруг разбросаны вот такие чудесные малинки, репки, тарелочки крохотные, грушечки, вилочки. Да, для каждого ангела сервирован стол чрезвычайно тщательный. Ангелы тоже они такие портретные. И вот обратите внимание, для 17 века характерны вот эти вот ушки. Они всегда очень хорошо показывали разворот ушей. Ну, средний ангел, как бы по традиции, символизирует собой образ Христа, как правило. И вот даже на изображениях самого Спаса Вседержителя мы всегда увидим эти развернутые уши, которые иллюстрируют цитату «Ибо всеслышащий». То есть он всех слышит, всех поймет, всем внимает и исполнит все самые сокровенные желания. И вот вы совершенно правильно заметили, если раньше очень осторожно иконописцы портретными чертами наделяли вот только Аврама и Сару, таких второстепенных персонажей, донаторов, которые тоже время от времени встречаются в живописи 17 статей, то здесь уже сами образы святых становятся такими демократичными, узнаваемыми и конкретными. Наш гид по выставке «Золотой век белорусской иконы. 17-е столетие» Елена Карпенко, заведующая отделом Древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь. В экспозиции представлены иконы, расчищенные от многослойных записей белорусскими реставраторами в последние годы, и те, реставрация которых еще не завершена, а также памятники, сохранившиеся лишь фрагментарно. Но включение их в экспозицию важно для раскрытия концептуальной идеи данной выставки. Я обращу ваше внимание на одну из особенностей выставки. Мы постарались у строителей ее показать региональные школы, расположить во втором зале уже произведения по конкретным таким географическим зонам. Вот мы уже назвали несколько таких иконописных центров крупных. Это Брест, это Слуцк, это Могилев. И впервые в этой экспозиции мы выставляем произведение, происходящее с Могилевщиной. Это «Де Иисус» – моление, фрагментарно сохранившееся. Замечательное, но очень мало сохранилось. Буквально вот у Лики, да? Да. Рублев, «Спас Ярое Око» сохранилась вообще часть Лика, и все равно в постоянной экспозиции находится. Я не устаю приводить в пример прекрасный экспозиционный ход наших ветковских коллег. Выставка была у нас, если кто-то ее посетил, то помни, что завершала эту экспозицию небольшая икона, и на ней сохранился только лик Богоматери из верхнего правого клейма. Прекрасно укрепленный реставраторами, расчищенный, и выглядел настолько символично, настолько глубоко и настолько проникновенно, что был вот просто чудесным завершающим акцентом выставки. И здесь мы видим произведение такого высокого художественного уровня, что его фрагментарное состояние ничуть не мешает нам домыслить, дополнить образ Богоматери, которая стоит слева от Спаса Великого Архиерея на троне. Довольно хорошо сохранилась фигура Иоанна Предтечи с правой стороны, прижавшего руку к груди. Спас-сидержитель держит раскрытое Евангелие, указывает на него, рукой благословляет, и на нем такие богатые, расшитые одежды. Лики и самого Спасителя, и ангелов, которые его окружают, воплощают собой лучшие достижения белорусской иконописи 17-го столетия. Вывезена была эта икона из Бастеновича, это Могилевская область, небольшое местечко, но по всем изысканиям наших исследователей, скорее всего, находилось оно в свое время в Могилеве, в Никольском монастыре, в главном храме этого монастыря. Мы видим этот масштаб, чувствуется, каким был величественным и значительным этот иконостас, и, конечно, в маленькой Бастеновической церкви он выглядел чужерудным, он был привезен, обращены образу Спаса Вседержителя на троне. Два апостола, которые попали в музей совершенно из разных мест. Один из апостолов из нашего довоенного собрания, и, как правило, установить принадлежность по произведению этого периода чрезвычайно трудно. А второй апостол был подарен нам в свое время Леонидом Кучмой, президентом Украины. Вот это произведение и еще несколько икон он нам привез, которые пока еще находятся в стадии реставрации, но они, вероятно, из другого места. Но когда мы собрали вот эту вот троицу, так сказать, посмотрели на особенности письма, стилистические особенности, мы поняли, что это произведение из одного иконостаса, из Могилева, из Никольского монастыря. Любопытно, что произведение, подаренное в свое время Леонидом Кучмой, к нам попало с легендой, что оно из Пинска. И хранилось оно вот до поры до времени в Киево-Печерском музее-заповеднике. И вот с такой легендой оно туда попало. Но сейчас мы видим, что, безусловно, это один иконостас. Это было какое-то грандиозное сооружение, выполненное высочайшим профессиональному уровню и характеризующее собой именно Могилевскую иконописную школу, о которой мы достаточно много знаем. Наша знаменитая икона Рождества Богоматери 1649 года в постоянной экспозиции, заказанная Петром Евсеевичем из Голынца, тоже находилась в Рождественском притворе этого крупного, известного монастыря. Там же в Могилеве, мы знаем, типография существовала, а Могилевское братство – это вообще совершенно уникальное явление. Вот вы говорили, что из довоенных собраний. Разве что-то сохранилось из довоенных собраний? Ну, конечно. Не вывезли немцы? Несвежские портреты вернулись, иконы вернулись, вернулись, вернулись. Под Кёнигсбергом был в своё время найден заброшенный вагон на каких-то там тупиковых путях, где были найдены частично и портреты, некоторые произведения иконописи. Наши сотрудники в своё время пытались разыскивать, что конкретно, откуда. Благодаря тому, что сохранились каталоги выставок Иппеля, Альберта Иппеля, Щекотихина, мы идентифицировали достаточно большое количество произведений из нашего довоенного собрания. А сейчас вот этим вопросом очень серьёзно занимается специалист, очень грамотный Анатолий Николаевич Синила, который владеет информацией по так называемой Мюнхенской картотеке произведений, составленных немцами, вывезенных из наших земель. Он занимается не только судьбой икон белорусских, но и живописи светской, и советского периода материалами. Он постоянно делится с нами информацией, и мы ему чрезвычайно за это благодарны. То есть произведения из довоенных фондов у нас тоже есть. Иконы – это растотерпцы. Да. И вы знаете, возвращаясь к этой почти что утраченной, я смотрю на… И она действительно такой сукаризной смотрит на нас. Вот как бы говорит, ну что вы делаете, ну что вы говорите? Да, вот это вот состояние психологизма, вот это вот умение мастеров иконописцев передать внутреннее состояние, настроение, вот это тоже одно из завоеваний именно 17-го столетия. Образы апостолов сосредоточены. Один из них смотрит в книгу, а второй тоже вот смотрит на нас, и у него жест приятия, вот эта раскрытая ладонь перед собой. Она говорит, что я принимаю все ваши молитвы, все ваши чаяния на себя, я помогу, если будете крепки и уверены в вере вашей православной. Так что вот эта часть Могилевской иконописной школы у нас представлена достаточно хорошо и ярко. Любопытное произведение из собраний Музея Древней Белорусской культуры, оно у них всегда находилось в постоянной экспозиции, наполовину раскрытое. Вот это показывает работу наших белорусских реставраторов. С левой стороны достаточно грубоватая запись, мы видим изображение Богоматери, стоящей перед образом Спаса Великого Архиерея с молитвенно сложенными руками на груди. А справа уже раскрытая из-под поздних записей фигура Иоанна Притечи, который, в отличие от предыдущего Иоанна Притечи, на нас укоризнаглядящего, опустил глаза долу, он печалится, он сосредоточен на своих внутренних. Которая говорит нам о том, что еще многие произведения находятся под записями, но у них большие перспективы по раскрытию авторского слоя, освобождению от пелен, как выяснялись реставраторы начала 20-го столетия. Вот интересно, что лицо даже сдвинуто получается. Кто-то писал совершенно иное лицо, в иное время совсем другое представление о лике. И лицо, вот эта вот подвижность чувствуется, да, и руки. Мы видим, что руки Богоматери на 17-го столетия внизу, а иконописец в более позднего времени поднял всю фигуру, и руки оказались выше. Так же и у Иоанна Крестителя. Но более поздний был менее силен. Безусловно. И вот в этом как раз убедительность данного произведения, что подлинная живопись 17-го столетия, она гораздо выше, профессиональнее, чем эти поздние записи 19-го века. И приходят уже иконописцы, конечно, такого православного, очень толка, по заказу местного священника, местного мастера. Но работа их, как мы видим, разительно отличается от предыдущего столетия. Слудский регион, Слудская, если можно сказать, иконописная школа отличается тоже своими необыкновенными достижениями. Прежде всего, тоже из нашего довоенного собрания «Вознесение Христова». Оно постоянно находится в нашей экспозиции. Мы обращаем на него внимание, как на икону, уже имеющую самостоятельное значение, не привязанную к иконостасу. Она может, так сказать, мигрировать по всему пространству храма. И художник очень тщательно относится здесь к раме. Рама напоминает чеканную, черненую, такую серебряную шату. Или накладки, которыми в то время очень часто украшали иконы, где-то до середины 17-го столетия. И камни, имитирующие драгоценные камни, они как розетки цветочные, помещены в такие своеобразные лепестковые или такие лиственные гнездышки. И сияют в них, как настоящие драгоценные украшения. Ведь мы знаем, что в свое время, когда-то богатые магнаты, богатые жертвователи, меценаты настоящими драгоценными камнями украшали эти рамы. Но воины многочисленные, которые здесь проходили, говорят о том, что прежде всего подвергались ограблению и снятию с икон вот эти драгоценные серебряные позолоченные оклады и камни. И впоследствии художники, мастера, иконописцы уже начали выполнять подобные детали в декоративной деревянной резьбе. И наши, и украинские исследователи, кстати, которые изучали, почему они такие рельефные, такие выпуклые. Дело в том, что когда свечное освещение в храме падает на иконы, и отблеск от свечи ложится на ее поле живописное, то блики скрещиваются, которые от этих камней происходят, происходят, как правило, на ликах Богоматери, Христа, того святого, который изображен. И это вот явление удивительное подтверждено многочисленными исследованиями и наших, и украинских специалистов. Из бездежа происходит произведение «Сошествие в ад». Мы здесь рядом поместили две иконы на один и тот же сюжет «Воскресение. Сошествие в ад». И очевидно, что «Сошествие в ад» из лахвы выполнено в соответствии с православными традициями христианской художественной культуры. Вот Христос именно сходит распавшиеся доски гроба, Он выводит из ада Адама и Еву, а рядом произведение, уже подвергшееся влиянию католической традиции. Христос стоит на гробнице, торжествуя, у Него хорунг в руке в одной другой, Он благословляет, и все ждущие выведения из ада пока еще находятся в таком терпеливом ожидании. Прежде всего, это такая торжественная, пафосная фигура Христа в развивающихся одеждах, в сияющей позолотой мандорле на позолоченном фоне. Но если подходить глобально к таким различиям гниадской и православной иконописи, то особо каких-то серьезных отличий мы не увидим. Значительная такая работа усиленной православных братств вплоть до конца 17-го столетия способствовала тому, что, в принципе, иконопись развивалась в едином художественном русле. В следующей программе мы продолжим экскурсию по выставке «Золотой век белорусской иконы 17-е столетия», которая продлится до конца июля в Национальном художественном музее Белоруссии. Нашей спутницей по ней была Елена Карпенко, заведующая с пределом древнебелорусского искусства.